А вот это грядочка индетерминатных помидоров. Из-за капризов погоды они оказались примерно такого же роста, как и детерминатные. Ну, правда, верхушки у помидоров обрезанные, кустики окученные. Но и индетерминатные помидоры тоже завязали не очень много плодов. Как всегда, показали себя с лучшей стороны проверенные сорта. Это Кенигсберг, Алтайский шедевр, Эльба и некоторые другие. Ну, а многие новые сорта, к сожалению, завязали совсем мало плодиков. Некоторые сорта уже начали поспевать к началу августа. Но в целом видно, что плодов на кустиках не очень много. Если август окажется теплым, то есть шансы, что маленькие завязи, которые еще на кустиках, тоже сформируют плодики. И урожай будет повыше. Но пока завязалось вот именно столько плодов. И как всегда бывает, некоторые сорта завязали несколько слоев. Вот, например, вот слой, вот слой. И верхний слой тоже помидорки есть. А некоторые буквально нижний слой только завязался. И все, больше ничего. То есть далеко не все сорта в открытом грунте приносят хорошие результаты. Ну, для этого и пробовал 55 сортов. Что-то из них, конечно, удастся оставить для постоянного выращивания. Часть помидоров растет еще и в тепличке. В тепличке в основном индетерминатные сорта. Сорта подобраны самые разные. И мелкоплодные вот такие очень красивые. Это сахарные капли сорт. Очень интересные. Есть сорта более крупноплодные. Некоторые плодики успели достигнуть довольно крупного размера. Вот такой крупный плодик. Многие уже поспевают. Отдельно про разные сорта будет рассказано позже. А сейчас в целом видно, что плодики есть, но их не очень много. К сожалению. В тепличках бывает гораздо гораздо повыше. Ну, хотя то, что завязалось, это уже очень хорошо. Поскольку тепличка очень легкая, температура в ней не намного отличается тем за бортом. Поэтому помидоркам здесь тоже довольно было нелегко. Некоторые выносливые сорта завязали много кистей. Вот как, например, северная красавица. Высокорослый, но очень неприхотливый сорт. Хотя помидорки не крупные, но их завязалось много. А некоторые сорта завязали только нижние кисти. И хотя плоды здесь и крупные, но их довольно мало. Кроме того, вот именно в тепличке появились грибковые заболевания листьев. Те помидоры, что растут на улице под укрытием, там такого нет. А вот здесь видно, что практически все листья одномоментно заболели. Это, конечно, снизит время роста помидоров. То есть, недолго им уже, я думаю, расти осталось. Поэтому и урожая, соответственно, большого не будет. По поводу помидоров в теплице и тех, которые растут в открытом грунте на улице под укрытием, можно сделать следующее сравнение. Плодов здесь больше, помидоры мощнее. Урожай здесь, ну, трудно пока сказать. Ну, наверное, немного повыше. Но зато и помидоры придется убирать пораньше, поскольку листики, вот видно, заболели. Но в целом плоды завязались, не очень много, может быть, как это бывает в урожайные годы. Но все-таки плодов достаточно. Отдельно пару слов хотелось сказать про очень интересный сорт, который был получен в подарок. Это сорт народной селекции. Мы назвали его уголек. Это детерминатный сорт. На свободное место, вот в тепличке, я в самые неподходящие места его посадил. И вот видно, сколько завязал он плодов. Вот такие интересные логики. Вот такого оттенка очень много. И завязывает плоды до самого верха. То есть видно, что этот сорт довольно устойчивый к неблагоприятным условиям. Непременно возьму его на заметку. Вот такой сорт. Ну, а по поводу всех остальных сортов, особенно новых, будет приниматься решение отдельно. Некоторые, возможно, оставлю для постоянного выращивания. Но далеко не все. Поскольку в сложных условиях многие сорта показывают себя не очень хорошо. А старые проверенные часто бывают на высоте. Даже в самые тяжелые годы. Ну, а по поводу заболевания листьев, трудно что-то сказать. Почему так одномоментно заболели все помидоры? Даже я затрудняюсь ответить. Тем более, у всех прочих помидоров, растущих в открытом грунте, тоже под укрытием, ничего такого нет. Ну, будем с этим вопросом разбираться. Ну, как бы то ни было, урожай этих помидоров тоже есть. И с учетом этого сезона, можно считать, что он, ну, скажем так, удовлетворительный. На твердую троечку. Уж больно тяжелый полгод. Какой можно в конце сделать вывод по итогам этого сезона? Я думаю, сейчас уже можно подводить некоторые итоги сезона. Год, конечно, оказался для открытого грунта не помидорный. Но, тем не менее, некоторое количество плодов завязалось. И урожай все-таки будет. Что очень хорошо. Потому что могло быть и хуже. Задача каждого огородника получить максимум даже в самых неблагоприятных условиях. Так что, что ж тут поделать. Раз год такой выпал, надо делать все возможное, чтобы получить максимум этих замечательных плодиков помидоров. Во всяком случае, это уже хорошо. Продолжение следует...